Гар! 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 Пу-ка-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Вам наверняка покажется, что на сцене происходит какой-то фарс. Собственно, так и есть. Режиссер спектакля рассказывает, американский драматург Нил Саймон работал над этой пьесой во время своего бракоразводного процесса. Право на постановку принадлежали его жене, так что Саймон заранее грезил о бродвейском провале, для чего перенес действия на задворки России, чтобы землякам-американцам было неинтересно, но прогадал. И хотя вид их пьесу переписал практически полностью, не без согласия автора, главная задумка осталась прежней. Пришлось делать самому перевод, так как те переводы, которые имеются уже этой пьесой, они меня немножко не устраивали. Слава Богу, Нил Саймон пошел на эти уступки и сказал, делайте что хотите, я очень легко к этому отношусь. Поэтому, ну вот, будет некая компиляция, некая совершенно другая история, отличающаяся от Бродвея и от всего, что было. А о чем? Ну, о том, что мы все дураки в этом мире. Все. Я не исключение. Поэтому и взял эту пьесу. Вячеслав добавляет, учить своих зрителей жизни он не берется. Главное, чтобы от его работы получали удовольствие. Поэтому в пьесе и появились герои, которых в изначальном варианте не было. Юрий Хачбулагян настолько вжился в новый образ, что и на время интервью не расставался с реквизитом. Мой персонаж, его зовут Эрик. Он водитель или гондольер. Вот он с веслом постоянно. Без него никуда, ни при каких обстоятельствах он не бросает весло. Главное действие пьесы происходит на острове. На всех его жителей наложено проклятие, которое и сделало их дураками. А вот Андрею Вереницыну досталась, пожалуй, самая сложная роль. Ведь он приезжий учитель, который с первого взгляда влюбился в дочь местного доктора. И... Умный среди дураков. Не совсем так, конечно. Потому что чем-то он тоже немножко дурак. Каждый человек немножко чем-то дурак в хорошей степени этого слова. Как мне кажется, что, наверное, чем человек глупее, тем он счастливее. Он не заботится о каких-то таких важных вопросах в мире, в жизни, в своей. Но это в хорошем смысле этого слова. Чем человек серьезнее, тем, наверное, проблем у него больше. По словам режиссера, так как главный герой его пьесы «Дураки», реквизит приходится использовать тоже дурацкий. Артисты будут ездить по сцене на самом настоящем велосипеде. А в качестве музыкальных инструментов использовать шейкер или даже детские игрушки. Специально вот я дал задание актерам найти все, что рядом будет. Вот бутылка лежит. Она у нас тоже действует, как музыкальный инструмент. Пангук 1-3-0. Вот такой звук будет издавать. Впрочем, звуков в спектакле будет много. Ведь вместе с актерами на сцену поднимутся 10 музыкантов Калининградского областного оркестра народных инструментов. Составить свое представление о постановке калининградцы смогут уже на следующей неделе. Премьера спектакля пройдет 5 ноября. Актеры обещают, будет и смешно, и грустно одновременно. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко. Служба новостей. Город.